Обстоятельства нападения собак на пятилетнего мальчика изучают следователи в Нивельске. Этот инцидент произошел на улице Школьной. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники следкома дадут оценку действиям должностных лиц местной администрации, ответственных за контроль на ситуации с безнадзорными животными. Уголовное дело завели на мотоциклиста из Паранайского района. 25-летнего жителя села Леонидово остановил для проверки документов сотрудник ГИБДД. На технике отечественного производства не было госномеров. В процессе общения у инспектора возникли к молодому человеку и другие вопросы. Навеяны они были запахом, который доносился от водителя. От прохождения медосвидетельствования байкер отказался. Выяснилось, что опыт вождения мотоцикла в таком виде у него уже был. Гражданина даже привлекали к уголовной ответственности за это. Суд тогда назначил нарушителю 300 часов обязательных работ. В этот раз возбуждено новое дело. В Южно-Сахалинске за кражу медного кабеля будут судить 44-летнего мужчину. Он охранял территорию, на которой расположены боксы для ремонта автомобилей. Когда хозяин ненадолго уехал, сторож решил подзаработать. В одном из гаражей он взял медный кабель и спрятал в надежном месте. Позднее гражданин подготовил товар к продаже, сняв изоляцию. Сбыть он успел лишь часть похищенного, выручив 3,5 тысячи рублей. При этом потерпевший оценил потери в 144 тысячи. Ранее предприимчивый охранник был неоднократно судим. Суд разберет дело о хищении из контейнера. Преступление совершено в Южно-Сахалинске. Владелец использовал бокс для хранения личного имущества. Чужая собственность заинтересовала 19-летнего молодого человека. С ассортиментом частного склада он ознакомился, проникнув через окно. Добычей обвиняемого стали резиновая, лодка, кухня, шатер, тент для прицепа, резиновые сапоги. Кое-что из этих вещей злоумышленник успел продать до встречи с оперативниками. Остальное имущество полиция изъяла. Автомобиль сбил женщину в областном центре. Это произошло на регулируемом перекрестке. Пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В это время направо поворачивал водитель машины Тойота Королла Филдер. 53-летний мужчина не уступил дорогу пешеходу. В результате женщина получила телесные повреждения. Сахалинец украл деньги со счета своего знакомого. Потерпевший зашел к 23-летнему жителю областного центра. Молодые люди выпили, посиделки завершились только под утро. В финале гость не смог отыскать свой телефон и ушел без него. Зато мобильник позже обнаружил хозяин вечеринки. При этом он знал пароли и для разблокировки гаджета, и от мобильного банковского приложения. Обвиняемый в течение двух дней тратил чужие деньги на онлайн-игры, оплачивал поездки на такси, выполнял переводы на сторонние счета. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Расследование уже завершено, вскоре обвиняемый предстанет перед судом. 61-летний житель Хомска стал жертвой мошенников. Мужчине позвонил человек, который представился сотрудником службы безопасности банка. Для убедительности он даже прислал удостоверение, где была обозначена эта должность. Заручившись доверием, аферист приступил к выманиванию денег у пенсионера. Главный довод – сбережением угрожает опасность. В какой-то момент мужчина поверил, что это действительно так, и по рекомендации мошенника установил на свой телефон некое приложение. В итоге со счета потерпевшего было списано 155 тысяч рублей. После этого криминальный абонент отключил свой телефон. МВД России предупреждает. Если по телефону неизвестные сообщают о том, что ваш родственник попал в беду, о несуществующей болезни, о выигранном призе или победе в лотерее, о положенной пенсии или надбавке к пенсии, о снятии с вашего счета или карты денег, если неизвестный под указанными предлогами просит сообщить ему данные вашей банковской карты или произвести перевод денег, не сообщайте неизвестным никакие данные вашей банковской карты. Звоните 102 и сообщите о мошенничестве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА